В Кирове 13.06 в эфире программы интервью в студии Анна Лапшина и сегодня мы работаем в не совсем привычном формате. В нашей студии гости, их двое, и в течение ближайшего получаса мы будем говорить о том, возможно ли избежать конфликтов в образовательных учреждениях, если они уже возникли, и как свести к минимуму возможные негативные последствия. Сегодня представляю наших гостей. Это Николай Целищев, директор лицея информационных технологий номер 28 города Кирова. Николай Евгеньевич, добрый день. Здравствуйте. И Наталья Костин, руководитель уголовной практики Московской коллегии адвокатов, Яковлев и партнер. Адвокат Наталья, здравствуйте. Да, добрый день. Значит, от чего мы отталкиваемся? На этой неделе на сайте Управления Средственного комитета по Кировской области появилась информация о проверке в детском саду номер 67 города Кирова. причиной стали жалобы родителей в социальных сетях на грубое обращение воспитателя одной из групп с детьми. Согласно публикациям, она применяла к детям физическую силу, унижала подопечных, оскорбляла детей. Вот, собственно говоря, Следственный комитет сейчас идёт проверку. Свою проверку проводит и провёл Департамент образования города Кирова, как я понимаю. Результаты этой проверки Департамента есть. Есть формулировка следующая. Контроль за педагогическим процессом в детсаду назван формальным. Но пока о каких-то санкциях применительно к педагогу ничего не говорится. И конфликтные ситуации в образовательных учреждениях сейчас уже не в новинку, к сожалению. А учитывая то, что у нас сейчас век информационных технологий, всё, что происходит внутри школы, все эти конфликты очень часто попадают в социальные сети. Они попадают на телевидение, в выпуски новостей, они попадают, там, не знаю, в выпуски новостей, в газеты, публикации, везде, везде, везде. Вот. И чаще всего, вот, ну, не очень понятно вообще, верно всё происходящее или неверно. Потому что в конфликтной ситуации, там, на мой взгляд, всегда две стороны. И нет такого, чтобы кто-то один был прямо вот стопроцентно виноват. Обычно всё-таки бывают какие-то причины и какие-то последствия. И мы сейчас и с педагогической точки зрения попробуем разобраться, что делать и как действовать, потому что, ну, любой родитель, мне кажется, от такого не застрахован, и любой ребёнок, и, к сожалению, любой педагог от такого не застрахован. И что делать с юридической точки зрения, да, на что имеет право ребёнок, на что имеет право родитель, на что имеет право педагог, если возникают конфликтные ситуации. Давайте, наверное, мы всё-таки начнём со школы, ну, вот с внутренней такой, да, истории, там, с внутренних каких-то регламентов. Есть, Николай Евгеньевич, какие-то правила, которыми руководствуются педагоги, и есть ли какие-то правила, которыми должны руководствоваться или которым обязаны следовать дети, которые находятся в стенах школы, там, не знаю, ну, детский сад тут сложно, наверное, разбирать всё-таки, там ещё дети не настолько в осознанном возрасте находятся. В школе уже подростки, конфликтные ситуации чаще всего уже в этом возрасте. Ну, вы знаете, конечно, такая нормативная база давно уже существует, она создана и на уровне федерации, это закон об образовании, который является основным документом. Затем в каждом образовательном учреждении разработаны локальные акты, значит, это правила поведения учащихся, где прописано, что должны делать дети, что не должны делать дети. Поэтому, в принципе, это, кстати, не только дети, но и есть правила внутреннего распорядка для педагогов, и там тоже прописаны права и обязанности всех субъектов, значит, и у всех участников образовательного процесса. Эти документы, они внутри каждой школы принимаются свои, или это какой-то унифицированный документ, который по всем образовательным учреждениям? Исходя из специфики своего образовательного учреждения, есть, конечно, общие какие-то подходы. Естественно, что это не должно противоречить основным, основополагающим документам про тот же закон образования, который я говорил, конвенция о правах ребенка, значит, ну, такие вот моменты, конечно. Но каждое образовательное учреждение вносит, наверное, какие-то свои нюансы просто в этот момент. Доводит это до, значит, детей, до родителей, то есть, естественно, что все учителяют и правила знают. Вот другое дело то, что не всегда эти правила соблюдаются, и чаще всего, скажем так, источником конфликта, то есть, причиной конфликта является вот как раз несоблюдение этих прописанных уже правил, когда все четко прописано, что должны, что не должны делать те и другие. Я правильно понимаю, что конфликтные ситуации все-таки возникают чаще всего уже вот когда ученики в подростковом возрасте? И есть ли вообще в вашей практике педагогической были такие истории или нет? Вы знаете, конфликты могут возникать в любом возрасте. Вот вы сейчас начали с детского сада. Они могут возникать и в начальном звене, и в среднем звене. Но считается, что такой самый сложный переходный период, когда дети сам утверждаются, пытаются что-то кому-то доказать. Вот это, наверное, наиболее сложный такой период созревания, становления подростка. Поэтому может быть там побольше. Но все это сугубо индивидуально, и вот в каждом конфликтной ситуации, конечно, общих таких правил и причин, наверное, нет. Я согласен с вами, что в любой конфликтной ситуации виноваты всегда обе стороны. Я никогда не встану как педагог, как директор, в принципе, на одну чью-то сторону. Надо обязательно всесторонне взвесить, скажем так, те причины, которые привели к конфликту. Надо посмотреть. И очень часто стороны конфликта на конфликт смотрят по-своему. И иногда бывает, они по-своему одинаково правы. Понимаете? То есть важно очень встать на точку зрения другого человека и понять, а почему он именно так поступает. А почему этот человек поступает именно так. Ну и, в принципе, это возможно тогда конфликты будут разрешаться быстрее. Но это на самом деле бывает очень трудно и хорошо, когда, например, скажем так, есть специальные, в принципе, службы, как вот сейчас у нас в городе Кирове и в области очень популярны службы примирения. Но в любом случае каждым, скажем так, образовательным учреждениям есть психологическая служба, которая должна бы в этом помочь. Потому что... У вас в школе работает психолог. Даже два психолога. Два психолога работают. Так. Которые в случае возникновения конфликтной ситуации, они как вообще включаются? Ну, то есть вот гипотетически, возьмём пример какой-то, да? То есть происходят конфликтные ситуации между, допустим, учеником и педагогом. Эта ситуация каким образом фиксируется? То есть после урока педагог идёт к вам или к кому-то, ну, я не знаю, из завучей, да, и рассказывает о том, что такое-то, такое-то произошло, и дальше. Или к психологу идёт. Нет, вы знаете, в каждом конкретном случае, ну, конкретный как бы путь вот этот, он может быть самый разный. Просто иногда, в принципе, это идёт через дежурного администратора, условно говоря, да. Например, на, значит, уроке ученик ведёт себя вызывающе. По, опять же, нашим правилам учитель не имеет права его удалить с урока. А, то есть у вас нельзя выставить из класса? Нет, это как бы... Ни у кого нельзя. У нас же право на бесплатное среднее общее образование. Как только учитель удалит ребёнка с урока, он нарушит это право, и это очень серьёзное наказание. Гарантированное конституцией. Слушайте, так это, получается, тогда вообще у педагога руки связаны в процессе? Вы знаете, даже я могу эту тему развивать ещё дальше, потому что, смотрите, даже, скажем так, вот мы сейчас накануне, значит, эфира, да, то есть немножко обсуждили этот вопрос тоже. Понимаете, на самом деле получается, что никаких рычагов воздействия школа не имеет. Учитель и даже школа, и даже я как директор. Почему я говорю о психологах? Это те люди, которые могут сгладить конфликт, которые могут попытаться, скажем так, поговорить, вот как-то вынести его на такую психологическую почву. Что касается закона, как бы, да, что касается каких-то принятия каких-то санкций, это практически сейчас невозможно. Вот раньше у нас даже был такой момент, когда, значит, ну, таких детей, например, прорабатывали на комиссии по делам несовершеннолетних. Это такой же орган, выше даже этого. Но обратите внимание, вот уже давно, наверное, да, комиссия, это называется по-другому, комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав. Мы, в принципе, это права ребёнка поставили в некий абсолют, да, который, в принципе-то, ну, прежде всего, то есть комиссия защищает именно, а не нарушила ли школа, не нарушила ли педагог права ребёнка. И, в принципе, это, если это так, то в основном всё равно крайним будет именно школа. То есть школа не нашла подход. Или стадик. Ну, или школа, да, школа не нашла подход, школа не нашла, в принципе, это нужный тон для того, чтобы делать там замечания и так далее. Но я ещё раз прощаю, в каждом конкретном случае вина школы будет в любом случае разная, но она будет всегда вина именно образовательного учреждения. А ребёнок, в принципе-то, на самом деле, он остаётся в любом случае безнаказанный. Потому что, ну, у нас, в принципе, уголовное законодательство, насколько я знаю, с определённого возраста, да, 16 лет, пособым, там, тяжким преступлением 14, вот. И в данном случае, в принципе-то, если ребёнок совершает противозаконные действия, он приятно понимает, что ему ничего не будет, что его дело будет закрыто с отсутствием возраста, достижения, значит, ответственности. И, в принципе, это вот с такими детьми, наверное, трудно работать и в плане вот, ну, с какого-то, скажем, прессинга, какого-то нажима. Здесь как раз вот возможны только разговоры, убеждения, скажем так, но они малоэффективны. То есть максимум, что возможно, как я понимаю, это если всё-таки либо ребёнок осознает, что был неправ в этой ситуации, хотя бы в части её, либо родители, значит, каким-то образом там до него это донесут, если в школе он это не осознал, и он перед педагогом извинится, или там обоюдно они перед другом извинятся, да, и конфликт будет погашен. А может оказаться так, что не извинится, и конфликт как бы углубится ещё больше. Вполне возможно, и очень часто так происходит, потому что сейчас, вы понимаете, тоже, ну, я не хочу сказать, что, может быть, только дети там виноваты в этом плане. Понимаете, сейчас изменилась ситуация. Сейчас дети, они как бы не хуже, не лучше, они просто другие. Иногда, значит, педагоги порой, может быть, тоже в какой-то степени несут свою зону, свою вину и несут ответственность. Почему я сказал, что в любом конфликте виноваты обе стороны. Вот, дело в том, что на самом деле они должны по-другому смотреть на этих детей. Они совершенно требуют себе совершенно другого подхода. Ну, а, в принципе, не всегда педагог может быть на высоте этого, потому что он тоже человек. Понимаете, сейчас, в принципе, при нехватке педагогов, значит, на учителя лежит огромная нагрузка как бы по количеству. Дополнительные. Да, да, и дополнительные часы, и просто огромная нагрузка как бы. Учителя очень сильно, в принципе, это устали, ну, в принципе, не забывая о том, что это ещё женщины в большинстве своём. У женщин, у которых наибольшая как бы национальная составляющая, да, превыше всего. То есть это, в принципе, это не забывайте, что это еще люди достаточно, значит, в приличном возрасте. Есть люди, да, уже. Есть люди с синдромом профессионального выгорания и так далее. То есть вот здесь целая группа причин, которые могут привести к тому, что ребенок провоцирует эту ситуацию. А у педагога, к сожалению, уже не хватает сил просто правильно на нее среагировать и сделать так, чтобы этот конфликт... Или удержаться. Да, удержаться, да, чтобы этого конфликта просто не было. От эмоций. И поэтому он просто, к сожалению, в принципе, вступает в этот конфликт, потому что он доведен уже до, скажем так, до ручки и просто уже не в состоянии как бы реагировать как-то адекватно. Правильно, правильно, да. Мы сейчас делаем небольшой перерыв, полминуты, и мы вернемся в студию. Наталья Костина в нашей студии, руководитель уголовной практики Московской коллегии адвокатов Яковлев и партнеры «Адвокат» и Николай Цельщев, директор лице информационных технологий номер 28 города Кирова. Мы разбираем, как разруливать конфликтные ситуации в образовательных учреждениях. И вот сейчас Наталья в перерыве совершенно правильно сделала замечание. Мы говорили о том, что у педагогов в некотором смысле связаны руки. Если ребенок, например, ведет себя, ну, пытается как-то там провоцировать конфликт, да, или по какой-то ситуации там возникает вообще вот этот конфликт, да, и с ребенком сделать практически ничего невозможно с учеником, потому что даже из класса его не выставишь, как делали там в наше советское время. Потому что, да, у нас среднее общеобразование, оно гарантировано, да. Что делать остальным ученикам? Вот, допустим, 9-й, 11-й класс, подготовка к ОГЭ, к ЕГЭ, кто-то хочет учиться, а кто-то нет, срываются уроки, остальные-то дети почему должны страдать? Я правильно понимаю, если на уроке, во время урока возникает конфликтная ситуация, и она углубляется, да, то есть невозможно ее мгновенно погасить, там, у педагога не хватает моральных сил, там, да, или даже он выдержал, там, да, как-то сдержался, попытался уйти. Ну, ребенок, например, мешает вести урок в этот момент, ну, всякое бывает, да, остальные дети вот в это время, они, ну, собственно, не получают знания, те, за которыми они пришли на этот урок. Это еще, да, да, это в лучшем случае знания не получают, а в худшем они еще видят то, что учителя можно унижать, оскорблять, допустим, это остается безнаказанным, то есть это тоже негативно на психике сказывается, и на дальнейшем-то образовательном процессе это, безусловно, отрицательно сказывается. То есть один класс так пришел в себя и ведет, другой класс, они с классами поговорили, рассказали, что вот этот учитель мягкий, что он ничего не сделает, и, получается, срывается вся образовательная деятельность. Так вот, вот я тоже, когда думала на тему этой передачи, действительно, вижу, поскольку прав у педагогов никаких нет, образовательный процесс в данном случае отрегулировать достаточно сложно. Законодательного влияния на вот тех подростков, которые не хотят учиться, да, детей, этого регулирования нет. Поэтому вот я считаю, что это необходимо. Это касается и садиков. В садиках точно так же. Детки садятся там рисовать, лепить, кто-то хочет, а кто-то срывает. Почему должны остальные дети страдать? Вот я считаю, что надо таких детей тогда переводить в какие-то другие школы, классы. Насколько вот это реально возможно, я не знаю. Слушайте, а вот в наше время была история такая, там, дети, которые, ну, вот в наших классах не было, к счастью, наверное, такого момента, там, и для нас, и для педагогов. Но я знаю, что бывали такие ситуации, ребёнок, который, ну, не способен, например, там, вести себя на уроке корректно по отношению к своим товарищам по классу и к педагогу, через какое-то время всё-таки как-то там с родителями договаривались, переводили на домашнее обучение, ещё что-то. То есть эта история сейчас есть? Нет, ну, в каждом конкретном случае, конечно, по-разному. Сейчас речь идёт не о домашнем обучении, а о семейном образовании. Семейное образование. То есть, да, то есть можно запросто, скажем так, в заявительном порядке родителям написать заявление, но ведь это опасность какая? То есть в случае перехода и выбора семейной формы образования родители несут ответственность за то, что должен знать ребёнок и останется от школы только итоговая аттестация, предсначала промежуточная, ну а в конце концов итоговая перед получением документа об образовании. То есть в проверочные задания ребёнок проходит, проходит, задаёт? Да, но не всегда, в принципе, это дети, способные в самостоятельном режиме справиться со всеми заданиями, и, скажем, есть очень большая вероятность, что ребёнок не закончит просто образовательные учреждения в таком случае. Вот поэтому, скажем так, переход какие-то другие образовательные учреждения, это возможно, конечно, но в данном случае где гарантия, что он также не будет себя вести и в другом образовательном учреждении, вот понимаете, тут такой выход практически нет в данном случае, потому что вот мы начали говорить о том, что надо делать, например. Вот ребёнок ведёт себя неадекватно. Как мы выяснили, удалить ребёнка с урока не имеет права учитель. Что он делает? Он приглашает дежурного администратора. Да, дежурный администратор, в принципе, может попросить ребёнка выйти, опять же, если ребёнок согласится выйти, да, то есть, в принципе, дальше дежурный администратор вызывает родителей, пытается решить проблему родителя, с родителем объяснить ему, но дело в том, что сейчас вот уже часто встречаются такие случаи, мне рассказывают мои коллеги, например, да, директора других школ, у меня, может быть, это в меньшей степени, но мы вроде бы лица информационных технологий, да. У вас более ответственно относятся все, да? Ну, может быть, но, во всяком случае, есть рассказы о том, что, на самом деле, даже сейчас многие родители бессильны перед своим ребёнком, они не могут, в принципе, повлиять на него. А что я с ним сделаю? Да, что он сделает, в принципе? Ну, в подростковом-то возрасте действительно с ними сложно справиться, то есть дома не можешь внушить, а куда уж в школе сторонним человеку, который родственником не является, как он может повлиять вообще на него? Вот, и пока только разговоры, разговоры, убеждения, в принципе, это объяснение каким-то образом, и, слава богу, если эти разговоры, как вот вы сказали, воздействуют на него, и он, в конце концов, одумается. Чаще всего, конечно, ну, в принципе, это просто нужно подождать какое-то, ну, какое-то время, когда начнёт, произойдёт просто элементарный процесс взросления ребёнка, потому что, вот, например, вы говорили про 10-11 класс, и там чаще всего таких вопросов уже не возникает. Да, потому что там уже ребята-то понимают, зачем они там сидят. То есть они пришли знания получить, которые им потом понадобятся. Да, и перед 9-м классом, после, ну, в 11-м классе всё-таки впереди уже экзамены, то есть они понимают, что им надо будет их всё равно сдавать. И вот именно с учётом этого возраста, я думаю, что вот тут уже проблемы, значит, сходят на нет. А вот самый сложный, это, наверное, 7-й и 8-й класс, вот тот так называемый переходный возраст, когда вот на самом деле до экзаменов ещё далеко, во голове гуляет ветер, в принципе, это родители перестают быть авторитетом, скажем так, для ребёнка. А уж педагоги тем более. Да, фильмы, в принципе, это в основном, ну, как бы не учат ничему интернет, воспитывают чаще всего со знаком минус, да, то есть как бы... И вот вам, пожалуйста, как бы причины, все причины того, что в каком-то степени начинается конфликт, потому что педагог-то всё равно пытается ещё по-старому как бы сеять разумное, доброе, вечное. Вчера этот мальчик или эта девочка был хороший, ну, вчера, условно, там, в прошлом году, да, руку поднимал, отвечал у доски, а сегодня, значит, не хочет себя вести прилично, да, и мешает вести урок. Причин, целый комплекс причин, и вот по опыту, вот знаю, например, что очень важно, например, и очень, ну, такой, есть очень важная причина, это, например, какие-то проблемы в семье. Вы знаете, вот если родители разводятся, есть ли у них разлад в семье, вы знаете, дети, как индикаторы, вот они, ну, как бы, вот они показывают, вот если семья, ну, что-то возникает, даже вот, в принципе, это они могут быть состоятельными, там, нет проблемы там с обеспеченностью, да, материальной там и так далее, но если вот в семье начинается разлад между родителями, первыми переживают эти дети, и вот, ну, сколько вот таких проблемных детей, которые, в принципе, это мы вот видели, если мы начинаем говорить о причинах, вот почему-то сразу, ну, первая, одна из первых причин, это вот проблемы в семье. А может быть и просто дефицит внимания к ребенку, то есть семья благополучная, никто не разводится, но вот как-то все заняты собой. Может быть. Может быть. Вот, и еще такой вопрос. Вопрос. Ситуация вот эта вот конфликтная какая-то, я так понимаю, что обсуждается вот уже, как бы, ну, то есть ребенка изымает из класса там на какое-то время, там, пока с ним дежурный администратор с ним работает, родителей вызывает, родителей приглашает, психологи с ним работают, то есть она разбирается в частном порядке. Разбираете ли вы конфликтные ситуации, Николай Евгеньевич, где-то вот в, там, я не знаю, во время классного часа какого-то, там или еще что-то. И, Наталья, вот к вам сразу вопрос, а вообще возможно это с точки зрения закона или так нельзя? Нет, ну, если... Что нельзя? Обсуждать поведение одного из учеников? Возможно, да, обсуждать поведение одного из учеников в классе с другими учениками. Ну, в воспитательных целях, в образовательных целях почему нельзя? То есть это не запрещено. Нет, я думаю, что это вполне, в принципе, это возможно. Но последнее время, с чем я вот сталкиваюсь сама, допустим, приходишь, там, на собрание, в школу, педагоги очень тактично каждому родителю в индивидуальном порядке рассказывают особенности каждого ребенка. То есть никто не... Раньше на собраниях в советское время, там, зачитывали оценки хором, да, эти там отличники, эти двоечники, все, весь класс пофамильно всех знают. А сейчас мы не знаем, кто у нас, да, двоечник, а кто отличник. Не, ну, дело в том, что тут на самом деле сейчас в большей степени преобладает индивидуальный подход, потому что учится все-таки, ну, хоть и у нас классно-урочная система, но учится конкретный ребенок или не учится, хулиганит конкретный ребенок, и поэтому, ну, нужен адресный подход. В любом случае, как бы, вот классный руководитель проводит определенную работу, она никуда не делась. Вот когда, знаете, мне всегда удивительно было, когда она начинает говорить о том, что вот, мол, современное образование перестало там заниматься воспитанием, знаете, никогда она никогда не переставала заниматься воспитанием. Всегда, когда учитель продумывает свой урок, он всегда ставит себе образовательную, развивающую и воспитательную цель. Как это можно называть там компетенциями, сейчас по-новому, новыми стандартами и так далее. В любом случае, в принципе, воспитание всегда было. Хотя вот ремарка. Воспитанием должны заниматься родители, и ребенок имеет право по семейному кодексу, по совокупности законов о защите прав ребенка, он имеет право на воспитание своими родителями. Когда мы говорим об образовательных учреждениях, там речь идет только об образовательной деятельности. То есть по закону, да, в детских садах только уход за ребенком осуществляется, и присмотр, и образовательная деятельность дошкольная. В школах точно так же никто не обязан воспитывать наших детей. Воспитывать детей обязаны родители. Нет, я немножко, в принципе, я в частности согласен с этим мнением, но я бы сформулировал это немножко по-другому. Понимаете, эффект деятельности, образовательной деятельности, значит, давайте мы начнем. Образование – это обучение и воспитание. Так вот, эффект от образовательной деятельности будет лучше, если все субъекты будут работать вместе. Причем, естественно, что в образовательной, в смысле, в процессе, скажем так, обучения, в процессе обучения главную скрипку играет, скажем, учитель, родители ему помогают. Тут, согласитесь, тоже очень важно, чтобы, скажем так, помощь родителей тоже была в этом процессе. В воспитательной сфере, я бы так сказал, да, конечно, я полностью... Там наоборот получается. Да, там наоборот я полностью, да, полностью убежден, что, в принципе, главную функцию должен воспитатель нанести родители. Но если школа в этом процессе тоже будет со своей стороны помогать, я думаю, что эффект будет лучше. Поэтому я в этом плане хотел сказать, что школа никогда не от этого не уходила, она не теряла, значит, эту функцию, всегда пыталась помочь. Но, к сожалению, еще раз, в каждом конкретном случае бывает иногда по-другому. Родителю может быть просто некогда. Вот, родитель чаще всего зарабатывает деньги, считает, что его задача накормить ребенка, обуть, одеть, отправить в школу, вот. Ну, а, значит, там... Отправить на каникула к бабушке. Да, да, ну, это тоже, пускай бабушка воспитывает. Понятно. Мы сейчас сделаем небольшой перерыв, полторы минуты у нас реклама, и вернемся в студию к нашим гостям. Николай Целищев и Наталье Костина у нас. Продолжаем разговор о возможности нивелирования школьных, детсадовских и прочих конфликтов с нашими гостями. Николай Целищев, директор лице информационных технологий номер 28 города Кирова, и Наталья Костина, адвокат, руководитель уголовной практики Московской коллегии адвокатов Яковлев и партнеры. Мы до перерыва так вот разбирали, да, каким образом можно вообще воздействовать на ученика, каким образом можно воздействовать на родителя, на что имеет право педагог, на что не имеет право педагог. И вот сейчас все-таки важный такой момент мы должны понять. А вообще конфликтная ситуация, при чем она разбирается, она же каким-то образом должна фиксироваться. Ну, то есть, получается, слова против слов, да. Есть одна сторона, как сказал Николай Евгеньевич, которая там в чем-то не права, в чем-то права. Есть другая сторона, которая там тоже в чем-то не права, в чем-то права, по разным причинам. Но конфликт сам по себе, вот он происходит, например, и его... Но чаще всего то, что мы видим в интернете, чаще всего на мобильные телефоны это фиксируют все-таки дети. Какие-то там не совсем корректные поступки педагога. При этом, я не знаю, возможно, это все было записано, да, но то, что мы видим в итоге, мы видим именно реакцию педагога на какие-то действия детей. Действия детей, которые там довели педагога до какого-то состояния эмоционального... Да, я об этом и хочу сказать. То есть что мы видим там? Мы не видим. И как мы можем оценивать то, что мы видим, то, что снято детьми, что этому предшествовало? А вообще снимать и размещать возможно или невозможно? Вот смотрите, обратимся мы к закону о персональных данных. И, конечно, говорим о том, что видеозапись, фотофиксация, это, безусловно, они относятся к биометрическим персональным данным. Соответственно, по общему правилу, когда мы записываем видео, сохраняем, размещаем, то это обработка биометрических персональных данных. И она правомерна тогда, когда было получено письменное согласие того лица, которое мы снимаем. Но это смешно. Если нет, то у педагога не берет письменного согласия. Когда согласие не требуется. Мы открываем гражданский кодекс, у нас там есть статья, и она нам говорит о том, что использовать изображение гражданина мы можем в государственных, общественных и иных публичных интересах. И охрана правопорядка, она относится, в принципе, к этому интересу. Кроме того, если съемка проводилась в местах, открытых для свободного посещения на публичных мероприятиях, либо там гражданин позировал заплату. Но это мы не рассматриваем. Но это не рассматриваем. Это не наш случай, да. Вот. Кроме того, закон о защите персональных данных детализирует нам, когда не требуется согласие на обработку персональных данных. Для достижения целей, предусмотренных международным договором, и сейчас мы, там, ратифицированным Российской Федерацией, и сейчас мы обратимся к конвенциям о защите прав ребенка, допустим, которая ратифицирована международным каким-то соглашением, да, мы подписались. Кроме того, когда не требуется согласие, это в связи с участием лица в конституционном, гражданском, административном, уголовном судопроизводстве, то есть если какое-то разбирательство началось, какой-то процесс идет, там проверка по сообщению о преступлении, и мы размещаем, то, в принципе, нам уже согласие не требуется. Кроме того, когда обработка персональных данных необходима для исполнения полномочий федеральных органов, исполнительной власти, органов-субъектов, органов местного самоуправления. Вот, когда мы хотим обратить внимание на ситуацию, например, органов опеки, попечительства, там, не знаю, комиссии по делам несовершеннолетних, еще каких-то органов. То есть, подождите, вот дети снимать учителя право имеют, то есть снимать право имеют все, как я понимаю. Дальше просто вопрос в том, каким образом эту запись использовать. То есть если конфликтная ситуация, может снимать то, что происходит и одна сторона, и другая сторона. Дальше эта запись может быть использована, например, при разборе этого конфликта. То есть и одна сторона может представить на комиссии там в школе, да, ну, я не знаю, комиссия это или совет какой-то, да, собирается, да, Николай Евгеньевич? Да, да. То есть одна сторона может представить эту запись, вторая сторона может представить эту запись. Если стены школы эта запись не покинула и нигде размещена не была, я так понимаю, что вот этот закон о персональных данных, он даже еще и в силу-то не вступает, или вступает все-таки. То есть снимать имеют право все. Вопрос в том, каким я образом использую. Если запечатлены правомерные действия, то есть я, допустим, просто образовательный процесс какой-то снимаю, там нет нарушений ни одной из сторон, ни там ребенка в отношении учителя, ни учителя в отношении ребенка, тогда получается, что только с согласия я могу публиковать эти видеоданные, потому что нарушения ничьих прав и интересов здесь не происходит. Собирать вроде бы тоже только с согласия тогда получается. Ну, хорошо, докажите там свой моральный вред, будем в суде разбираться. Хорошо, если конфликтная ситуация. Если вы знаете, что у меня хранится, и вы не хотите, и там все правомерно, не хотите, чтобы оно хранилось, обрабатывалось, вы, в принципе, мне требование можете предъявить о том, чтобы я уничтожила, допустим, эту информацию запретить, размещать. Я думаю, что да. Почему? Чем учитель от ученика отвечает? Если это была обычная ситуация, бесконфликтная. А если это была ситуация конфликта? Вот, тогда вопрос, чьи права и интересы мы защищаем. Учитель, обороняясь, записывал какого-то ученика, ученик, обороняясь, допустим, от учителя для защиты своих прав записал, тогда мы можем размещать. Слово обороняясь. Ну, допустим, да, да, да. Там, ну, не знаю, какие-то уже тут самые крайние ситуации, да. Да. Сколько детских драк мы в интернете видим, в интернете, в новостях. Мы видим конфликты между учениками, между учащимися, наверное, даже чаще в интернете размещаются все эти записи. Но, да, когда мы эту информацию размещаем где-то в интернете, мы не должны забывать, что у нас с вами есть закон о защите детей от информации, причиняющей вред здоровью и их развитию. Так. То есть, когда мы не допускаем показа лишения жизни, нанесения увечий, каких-то сознательно откровенного способа изображения, при условии, что выражается сострадание к жертве. То есть, показывать какие-то насильственные действия по телевизору мы можем с определенным возрастным ограничением, и при этом мы должны выражать сострадание к жертве. Если мы глумимся, по сути говоря, над человеком, да, вот... Ну, это происходит в социальных сетях чаще всего, да. И вот тут можно привести для примера судебную практику. То есть, она уже выработана не в отношении детей и родителей, я сейчас про взрослых говорю. Когда в группе ВКонтакте я размещаю какое-то видео, где я какого-то человека обзываю какими-то словами, цензурными даже, в принципе, цензурными. Вот видео набрало 200 просмотров, суд обязал лицо удалить это изображение и компенсировать жертве моральный вред. Вот. Речь идёт только о взрослом человеке, который изменил это в социальной сети, или ребёнок тоже может нести за это ответственность? Ребёнок гражданско-правовой ответственности в виде компенсации морального вреда не понесёт, но понесут его родители... Не важно, сколько ему лет, 14, 16 или младше. Не важно. Иск к родителям будет предъявлен, как законным представителям. Они же отвечают за действия своего ребёнка. Да, за имя ближайшее воспитание своего ребёнка, которое выразилось в нарушении законодательства. То есть, да, если мне кто-то причинил моральный вред, то я, пожалуйста, в правильности... То есть я правильно понимаю, что если есть видеозапись, на которой содержится, не знаю, какой-то информация о том, как ученики оскорбляют учителя, и эта видеозапись потом кем-то из учеников, например, размещается в социальной сети... И они это комментируют с целью унижения дальнейшего, да. То ребёнок, подросток, его родители несут ответственность. Причём каждый из них может понести. Не важно, кто разместил, отвечать будут также и те, кто комментировал, отвечать будут и те, кто отрепостил, так скажем. То есть могут ответить все. Не важно. И вне зависимости от того, на каком источнике это размещается, то есть это социальные сети, либо это какой-то формы... Вне зависимости. Вне зависимости. Так, что ещё у нас важное с точки зрения видеосъёмки? А, кстати, мы говорим только про видеосъёмку, аудиосъёмка. Возможно или невозможно? Аудиофиксация, она... Аудиофиксация, видеофиксация. Вот если говорить в аспекте уголовного судопроизводства, то это будет безусловными доказательствами. То есть в гражданский процесс, если мы там без согласия лица что-то записали, это ещё вопрос. Примет, суд не примет. В уголовном судопроизводстве, если надлежащим образом выемка носителя произведена, осмотрен с участием специалистов, да, этот носитель признан вещественным доказательством, то это будет как бы надлежащее абсолютно стопроцентное железное доказательство обвинений. Но до уголовных-то, мне кажется, всё-таки школьные конфликты не доходят или доходят? А вы считаете, что побои и истязания это не уголовные статьи? То есть вот что произошло в садике-то? Давайте вернёмся. Почему Следственный комитет этим занимается? То есть как это будет квалифицировано, действие воспитателя? А у нас разве погой, побои или у нас только в семейном? В семейном, декриминализированном? А в обычных взаимоотношениях гражданских нет? То есть это уголовные по-прежнему статьи? Да, да. Истязание. То есть вот... Слушайте, слово истязание, мне кажется... Физическое и психическое насилие. Это и есть истязание. То есть вот, ну как, вот я тоже размышляла, как квалифицировать действие воспитателя детского сада? Ну это воспитатель. Там ещё, подождите, ещё не доказано ничего, ещё проверка-то идёт пока, да? Я теоретически рассуждаю. Может, это была история, когда человек просто кричал, а приподнесли это к каким образом? Теоретически какие статьи Уголовного кодекса подходят под её действие? То есть у нас унижение детей, нет такой статьи Уголовного кодекса. Так, подождите, а если идёт со стороны всё-таки ученика конфликт в отношении педагога, там оскорбления какие-то и психологические, как вы говорите, насилие? Тут такая же история. Оскорбление декриминализировано у нас. Если физическое и психическое насилие, это опять же истязание. То есть тут точно такая же история работает, вне зависимости от того, сколько лет ребёнку ответственность будут нести его родители. Ответственность уголовная, 16 лет наступает у нас. Это с 16, а если он моложе? Значит, его не привлекут к ответственности. И родителей? И родителей не привлекут, потому что не родители ведь занимаются этими истязаниями. То есть их оштрафовать никак не могут? То, о чём я говорил, что если ребёнок совсем, скажем так, не попадает под возрастные ограничения, то практически у нас нет никаких способов воздействия к нему. Компенсация морального вреда. То есть это уже в отдельном... Это гражданское судопроизводство. В отдельном процессе. То есть учитель может заявить иск в отношении родителей ребёнка. Да, и наказать рублём. И всё. Что ещё? Посадить его за это не посадят? Ну, получается, тогда действительно руки связаны, потому что на начальной стадии конфликт погасить невозможно. Ребёнка нельзя изъять из класса во время урока, выставить его за дверь и сказать, пойди подумай над своим поведением. В ситуации, когда конфликт обострился, у учителя тоже руки связаны, потому что если ребёнку нет 16 лет, он не несёт ответственности, родители его не несут ответственности за какие-то жуткие, прямо совершенно там, да, унижения, возможно, там, в адрес педагога, да, и всё тогда получается? Всё. То есть тогда получается только вот на уровне школы это всё можно разобрать и погасить конфликт, или тогда принять решение всё-таки о том, что ребёнок в школе не может. Подождите, если ребёнок всё-таки преступление совершает, но, допустим, не достиг возраста уголовной ответственности, то у нас комиссии по делам несовершеннолетних, они всё-таки таких детей на учёт ставят на какое-то время, а не потом снимают. А это частая история, Наталья? Я не знаю, может быть, Николай Евгеньевич нам подскажет. Нет, ну, у нас, на самом деле, это нечасто, но такое происходит на самом деле. Ну, для вашей этой школы это понятно, что да, не характерная, может быть, история. Нет, ну, есть, наверное, ведь у нас иногда в прессе проходят там сообщения о том, что там в таком-то районе поставлено там и привлечены к ответственности за недвижащее воспитание столько-то родителей, как бы, да. То есть комиссии по делам совершенно, конечно, работают, но в основном вот те вот, скажем так, документы, которые я видел, там ограничиваются, например, штрафом 500 рублей. Ну, это есть такие вот, скажем, да. Это то, что родителей касается. А ребенок, совершивший преступление, он там без штрафа, но на учет он ставится, но на какое-то время. Это я знаю точно. В практике такие случаи бывали, когда дети наносили друг другу повреждения. Это была уголовная статья, да, на учет были поставлены. Там назначаются меры психологического и педагогического, скажем, сопровождения этого ребенка. Через год снимут учеты, и все будет хорошо. И так далее, да, то есть это все есть. Значит, милиция, там, раз в какой-то период может прийти домой, проверить, в каком состоянии, значит, он живет, как бы, да, как часто он там возвращается поздно, не поздно, просить там соседей, то есть поговорить с родителями. То есть школа тоже свою, как бы, зону ответственности в этом плане несет. Вот. Ну и потом, что, вот на самом деле, да, через месяц, через год там, например, если... Снимают с учета, все. Все, никаких, в принципе, повторных моментов не было, то, скажем так, снимают с учета. А вот раньше, как бы, да, еще где-то в советское время был такой, например, момент, как исключение. Но сейчас этого тоже нет. Сейчас невозможно. Благодарю наших гостей. Николай Целищев, директор лице информационных технологий номер 28 города Кирова, Наталью Костину, адвоката, руководителя уголовной практики, московской коллегии адвокатов, Яковлев и партнеры. Поняла, что тема вот безграничная, просто можно разбирать и разбирать. Программа на этом завершается. В студии работала Анна Лапшина. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин